Привет дорогие друзья! Сегодня я хочу с вами поделиться своим экспериментом по приготовлению домашнего молда, который можно использовать в пищевом производстве. То бишь для шоколада мастики он вам прекрасно подойдет. И я думаю, если подноровиться, то можно делать очень прикольные и интересные вещи. Понадобится нам для этого всего лишь буквально два ингредиента. Я буду использовать желатин и глицерин. Глицерин у меня обычный аптечный. Их нужно смешать в пропорциях один к одному, но не по весу, а по объему приблизительно. Смотрите, я вот так вот просто в своей таре напополам разделила пространство, половину насыпала желатин, остальную половину наливаю глицерин. Если вы будете видеть, что у вас при растапливании сильно плотная масса получается, добавляйте глицерин и растапливайте еще. Я оставила это немножечко набухнуть с надеждой, что набухнет все-таки, но в глицерине желатин не очень сильно хочет дружить. Хоть постоял, он не сильно набух, так как в воде у меня не получилось. Я его поставила растапливаться в микроволновке. Растопился он у меня до вот такого состояния, но крупицы желатина еще внутри есть. Я решила его оставить, чтобы он застыл и буду топить его еще раз. Застывает он практически моментально, схватывается буквально там 10 минут и он уже у вас становится прям совсем плотный. Посмотрите, вот какой он у меня твердый стал после первого растапливания. Но вы видите, когда я тяну, даже остаются вот такие там внутри крупицы. Но чисто теоретически можно было и сейчас залить какую-то форму в нем. Я решила, он так даже не рвется вот руками, я хотела его измельчить и растопить его еще раз, добавив еще немножечко глицерина. Он ножницами режется хорошо, я решила попробовать еще и ножиком. Ножницами все-таки намного удобней. Но руками его не так просто будет разорвать. Он немножечко мягче получается, чем силикон. Я не могу сказать, что это полная альтернатива силикону. Но если учитывать, что это мы делаем дома и у нас что-то даже толковое из этого получается, я думаю, это очень круто. Я добавила еще немножечко глицерина, потому что смотрю, масса плотная. Отобрала у ребенка из пирамидки вот такую вот емкость небольшую и буду в ней топить колесо. Хотела его топить вот так вот, но колесо у меня пластиковое. Оказалось, что оно и так совершенно прекрасно не тонет. И я его буду просто вот так вот утапливать в своем растопленном желатине. Оставляю в холодильнике, либо просто при комнатной температуре схватывается он довольно быстро. С любой посуды потом это все прекрасно отходит после того, как он схватывается. У меня здесь небольшие вот дырочки в этой пирамидке были, поэтому немножечко выбежала. Я как раз пленку подложила под низ для того, чтобы выбежала лишняя. И оно поддеваю, и оно у меня прекрасно достается даже из твердой формы. И вынимаю свое колесо. Я хотела бы вам очень показать на лицах на кукле, но у меня мальчуган, поэтому с куклами у нас как-то не срослось. Поэтому показываю вам на том, что есть дома, то бишь это машинки, колеса и тому подобное. В этот раз залила шоколадом, чтобы показать, что у меня получилось. Но у меня там был еще пузырек воздуха. Я думаю, что для того, чтобы была более четкая форма, нужно изначально этим жидким желатином, кисточкой нанести на саму поверхность, если она у вас очень такая рифленая, для того, чтобы полностью покрылась. Вы видите, вон у меня там пузырек воздуха, который я вот срежу сейчас. И туда уже залился шоколад, соответственно. И еще вон там небольшие такие, которые можно в принципе убрать, а можно переплавить. Эта форма хороша тем, что она практически вечная. Ее можно разрезать, переплавить, залить еще раз. Сохнет быстро и очень хорошо. Вы видите, вон этот пузырек, который воздуха, который мне мешает. Ну, в общем, я не стала зацикливаться уже над этим колесом. Решила попробовать еще что-то другое позаливать. Заливала я еще вот такую вот гайку у мужа взяла. Я думаю, для тортиков типа фиксиков гайки-болты это очень хорошая тема. Их нужно много. Вот, с гаечкой не совсем удобно потом из мастики ее извлекать, я бы сказала. Получается вот такая гайка. Если из шоколада, то прекрасно. А так среди нож не очень гнется, поэтому мастика немножечко деформируется. В остаток то, что у меня осталось в посудине, утопило пластиковую пуговицу. Там цветочек такой типа маленький. Посмотрите, кстати, как ножницами хорошо обрезается лишнее. Вот моя пластиковая пуговица. Достаю ее, у меня там получается уже цветочек. В принципе, можно утопить какие-то дома бусы. Просто надо придумать такую хорошую опалубку, в которой это все топите, чтобы не сильный был расход нашей массы. Тогда она только получается намного экономней. И вот сейчас покажу на мастике. Шоколадам-то все понятно. Здесь просто у меня сейчас вот к пальчику прилипло. Форма довольно мягкая, с нее очень хорошо все достается. Можно даже не ставить в морозилку перед тем, как доставать. И вот мой цветочек. Я думаю, очень даже, учитывая, что это наша домашняя форма. В общем, получились вот такие вот у меня колеса. Получилась у меня вот такая вот машинка из шоколада. Ее я, кстати, уже изначально немножечко мазала желатином. В общем, дерзайте. Я надеюсь, что вам пригодится данный рецепт. Обязательно ставьте пальчики вверх и пишите, что у вас получилось. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok